В культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона вниманию гостей представлены две патриотические выставки. Одна из них посвящена годовщине начала специальной военной операции в Донбассе. Экспозиция «Наши люди, наша земля, наша правда» состоит из 48 авторских фоторабот специального военного корреспондента Донецкой области Дениса Григоряка и нашего земляка, жителей села Успенское Александра Дмитришина. «Чтобы они увидели другой мир во время этих действий, когда в стране непростое время, чтобы было понимание с той стороны происходящего». Авторы создали фотохронику гражданских событий в Луганской и Донецкой областях в 2022 году от первого лица. Сильные эмоциональные переживания отражены в каждом снимке. Фрагменты, попавшие в объектив, полностью передают все тяготы жизни мирного населения. Эвакуация местных жителей, которые остались после обстрела, не смогли уехать и с помощью нас попросили. После этих событий больше ценность на жизнь становится. И больше того, что самое главное в жизни – это семья, дом, родные. Вторая выставка размещена в главном холле КДЦ и посвящена жизни и творчеству народного артиста СССР и России Иосифу Давыдовичу Кобзону. О ней главе округа Андрею Иванову и участникам клуба «Активное долголетие» рассказала директор центра Елена Борисова. Экспозиция была открыта в сентябре прошлого года в преддверии первого открытого конкурса фестиваля вокалистов и состоит из личных вещей и артефактов, подаренных вдовой артиста Нелли Кобзон. Ноты, которые дарили ему композиторы со своими подписями, и он их исполнял. Он держал в своих руках. То есть это несет такую энергию. Мини-музей Иосифа Кобзона в скором времени дополнят экспонатами. В планах руководства в стенах культурного центра воссоздать рабочий кабинет артиста. Нет сомнений, что он станет еще одной яркой визитной карточкой Одинцовского округа. Подобные выставки помогают увековечить память о значимых людях и событиях нашей страны. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.